МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На будущей плясовце будущего завода побывал наш корреспондент Марина Северьянова. Китайка обучиться працювать на аналогичном обстелеванні. У Поднебесной, до речи, побудовано уже пять таких вытворчостей. Первая партия белорусских специалистов, которые будут работать на этой фабрике, полетела в Китай на обучение. Здесь, конечно, будут работать впоследствии белорусские специалисты. Еще особенность фабрики в том, что очень высокая степень автоматизации в течение трех лет будет обеспечиваться гарантия и, конечно, будут присматриваться фабрики и обучаясь белорусских специалистов. Это момент, когда они сами смогут ее управлять. Амаль 1700 китайских специалистов, свыше 300 тысяч квадратных метров площадь, и огульные затраты на сумму свыше полмиллиарда долларов. Так будуется комбинат милованного и немилованного кордона у Добруши. Обсталявание с Паднябесной и Франции. Як каже, керавництва вытворчасти – самая выдатная якость и высокой ступени автоматизации. Дарыши, вытворчасть у Добруши новой продукции не только один из двух найбуйнейших инвестпроектов, которые реализуют в регионе с уделом китайского капитала. Это не оценный уклад в сферу импортозамещения. Безусловно, качество, с которым будет выпускаться новый вид продукции, позволит не только заместить импортные аналоги, в основном российские, но и будет учитывать его более низкую затратность. Мы рассчитываем и на экспортные поставки. А кроме того, на этот год президент поставил задачу створить еще 5 тысяч новых працонных мест. С запуском вытворчасти милованного и немилованного кордона у Добруши открыться около 600 вакансий. Многие десяти годы социальная сфера и экономика Добрушского района трымалась на промысловых предприемствах, фарфоровом заводе и паперовой фабрице. Але працонных мест на всех не хватало. Ехали на работу в Гомель и Россию. На новый картонный комбинат «Великая надея». Это працонные месты и умыцование не только районной, а и в целом белорусской экономики. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телера до компании «Гомель» с Добруша. Паша с 5-го оси белорусского народного сходу, який отбудется 22 и 23 червня в Минску, пытания экономического развития на ближайшие 5 годов будут на первом плане. Меж тем, развитие социальной сферы и тем лекой медицины шматушим залежит от финансового добробита Украины. Головный ураж областного клинического шпиталя инвалидов в Великой большинской войне Олег Иванцов уже был делегатом оси белорусского схода. На этот раз коллектив так само вылучил его. А в тем, сколько сделано за прошлые 5 годов, он может мерковать по установе, яку изначальвая. За этот час шпиталь зарабил значный крок наперед. Мы оснастили наш гостерсовременным оборудованием, приобрели современный компьютерный, очень высокого класса, два экспертных УЗИ-аппарата, энтоскопическое оборудование. И на сегодняшний день мы являемся одним из лучших учреждений здравоохранения Гомельской области. Сфера охоты здоровья – важная шанска социальной инфраструктуры и державы. От эффективности работы залежит самое дорогое – здоровье людей. Белорусская медицина за прошлые годы значно рухается наперед. Однако разом с укоронением самых наинувших технологий не треба забывать и про развитие системы оказания медпослух на пошатковом узровне. Я надеюсь, что на этом собрании будут высказаны настоящие целевые направления движения нашего государства, в том числе и по здравоохранению. Будет длино большое внимание развитию высокотехнологичных операций в медицине, села и, прежде всего, первичному звену. Потому что без первичного звена не может быть никаких операций высокотехнологичных. Нагадаем, что на Усебелорусском народном сходе Гомельскую область проставить 350 делегатов. Сегодня Международный день обороны детей. Это свято было затвержено в 1949 году решением Международной демократичной федерации женщин. Упершенью означалося в 1950-м. На Гомельшине с этой нагодой сегодня прошли шматлики и мероприемства за организацией выстав дитяшей творчести, гульнявых пляцовок по интересах и разностайными показальными выступлениями. Олег Сентюров побывал в самом новом микрорайоне областного центра. В уголе поселок Костяковка заснованный в 19-м годе. Селитарин изменил статус и стал новым микрорайонным областного центра. К тому и организованные тут свято с нагодой Международного дня обороны детей в этом году вызначаются масштабностью. Данных учаенных установок Костяковки и вядомых далеко замежами краины заслуженного коллектива Республики Беларусь цирк имя Валерия Абеля, який так само мая местовую прописку, долучились некоторые школы областного центра. О причатах у программе, подректованной для маленьких и дорослых жигаров Костяковки, предугледили показальные выступления Департамента Охова за заторманием умовного порушальника. Головная задача – створить добрый настрой, как минимум на все летние каникулы. Лето, закончив учебный год, дети должны видеть свой праздник. Это их сегодня настоящий хороший праздник. Он организовывается везде, повсеместно, во всех районах нашей области, во всех районах города. Одна засоблилась у свято у Костяковцы – организация гудневых плясовок по интересам. По великим рахункам, сегодня каждый школьник может выбрать себе заняток на любой густ, некого привабливать спортивной секцией, некто марить пойти в поход. Кажут, это очень интересно. Туризм – это когда собралась компания, пошла в поход, расставила палатки, можно купаться, разжигать костры, петь песни под гитару, рассказывать истории всякие. На один день стадоён у Костяковцы первотворили у арену для показальных выступлений. Дровяный газон от ГТГ на врате значно потерпеть, зато и уражение – самое остановочее. Фестиваль по ветроплаванию у Гомеля проводится, начинающий с 2011 года. Сюритаренную першиню прошёл у Костяковцы. Выдает центральное падение мероприемства – с поборницей поветных змеев. На час летних каникул для детей распроцовали специальную программу. Тут и школьные, спортивно-оздоровлённые пряцовки, и волонтёрские отрады «Зелёный патруль», и школьные оздоровлённые лагеря, Международный день обороны детей на гомочный поклавопочаток с корыстным и захопляльным летним каникулом. Сегодня есть различные направления деятельности. Это детский туризм, это исследовательская работа, работа круглосуточных лагерей, межведомственное взаимодействие с органами правопорядка, пограничной службы, МЧС. И мы уже традиционно проводим третий раз областную игру «Зарница», где собираются все представители районов Гомельской области и проходит эта интересная и увлекательная игра. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, Телерада компания «Гомель». Одным из центральных мероприемцев, промеркованных до дня обороны детей, так само стал жалобный митинг для мемориального комплексу детям «Ахвяром войны» у агрогородка Шервоный-Берах Жлобинского района. У военных годы на этом месте размешался дитяшик концлагер, в котором загинуло около 2000 неполнолетних. Разом с іншими их памятью шановала Вероника Варашилина. Мемориальный комплекс детям «Ахвяром войны» у агрогородку «Червоный-Берах» был открытый в 2007 году и за этот час принял больше миллион человек. Паша жалобного митингу тут так само шматлюдна. Ушиновать память загинулших детей приехали представники Улады, ветераны, былые вязни канцлагеров и молодь. На ваше каждого сумма смуток за скалеченные детячие лесы. У думках вечная память об их. Я очень уважаю это место и мне нравится здесь бывать. Очень жаль, конечно, детей. Мы должны помнить о них и мы должны постоянно посещать это место. А еще мы, как подрастающее поколение, должны делать все, чтобы на земле захоронился мир. Митных распрашинается у складания вянковых веток до скульптуры девушинки, якая небы просить до помои у неба, высобляя боль о маль двух тысяч загубленных тут детяших життёв. У годы войны на этом месте размещался детяши канцлагер. Захопники отбирали детев батьков для сбору крыви по раненым немецким солдатам и офицерам. У центральной части 1-го свете мемориала, просвеченного детям агвером войны, стилизованный класс с белыми партами, за який уже никто и николе не сядзе. Николе тут не прогучить и школьный звонок. Побач лист 15-годовой Кати Сусаниной, текст, якого крана до глубины души. Даречи и празминулые после перемоги годы былые неполнолетние вязни канцлагеров, узгадывающие пирожитые немецкие зверства, не могут стремливать слез. У каждого из нас своя судьба, своя история. Нас, конечно, убивали, травили газом, топили в болотах, морли голодом, холодом, заражали цифром, забирали кровь. Но мы все это пережили, восстановили хозяйство, расцвела наша республика. Основное действие митингу разгорнулося на головной площади мемориала для белого корабля «Мары» с именами загинувших тут неполнолетних. Театрализованное представление з уделом дитяжих коллективов было просякнуто темой загубленного у гады Великой Чинной войны дятинства. И одночасово гучал свой особливый гимн миру и светлой будущине, головным складающим счастливого життя, які необходимо имкнуться заховывать сучасному поколению. Вероника Вараширина, Валерий Гопанько, телерадор-компания «Угомель» Сожлобинского района. Республиканская профилактичная акция «Не покидайте детей одних» подышла до завершения. Угомель и заключный этап отбылся каля лядового палаца. Сегодня юные гомельчане могли поглядеть на город с 30-метровой вышиней и примерить амуницию воротовальников. Частей за всеми, навито опынувшихся без нагляду дорослых, дети трапляют у ситуации, які могут нанести шкоду их здоровью. Навушить маленьких бесспешно поводить себе дома, на улице, ля водоемов и дорог, а батькам в шерговый раз нагадать об необходности сочет за своими детьми. Гэта галуны, мыты акции. Почас забавляльных мероприемств, які отбывалися у местах сяминах от Пашинку до школьных установок адукации, супрацовники МНС вяли профилактичную работу и с детьми, и с батьками. Заключным аккордом акции у Гомеле стала масштабная свято, якою отбылось у День обороны детей. На пляцу целя лядового палаца была организована выстава пожарно-воротовальной техники и обсталявания. Жадаючие примеры или амуницию воротовальников, самые смелые смогли поглядеть на город с 30-метровой вышинью. Специальный подъемник не был декорацией, отбылись показальные выступления кинологичной службы МНС. Не обышлось и без конкурса, викторин и невеликого концерта. Увагу ли, такие профилактичные акции неодинковые. Работа по снижению травматизму и гибели детей ведется постоянно и приносит выники. Мы работаем плотно, МВД работает плотно в этом направлении. Роста как такого нет. Поэтому, я думаю, вот эти вот наши акции, они не голословные, они дают результат определенный. Все больше белорусов долучается до республиканской акции под названием «Моей краине», набирая наобороты и в Гомельской области. Черговое мероприемство в рамках акции прошло у стенах Белорусского Ганлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. На сцену ВНУ вышли ведущие кавер-бэнды Гомеля, ка выконать свои лепшие номеры и одночасово собрать хорошовые сродки, а затем накеровать их на доброшинность. Стать удельником этой акции можно кожной, незалежно от узросту полу обу профессии. И она проходит по трех на прамках. «Моей краине моя повага», «Моей краине мой поспех» и «Моей краине моей доброй справы». Рассказать про свои учинки можно у специальной группы у социальной сети. Для опубликования материалу важно познашить одну строк тем, по якой прошло мероприемство, место, где оно проходило и у дельников. Лепшие учинки вызнашат сами подписчики группы. Я считаю, что в таких акциях нужно участвовать, потому что частичку себя, частичку этого добра мы дарим зрителям нашим и, так сказать, их заражаем этим добром, чтобы они это добро несли по цепочке дальше и дальше. У гэтый вечер было продадено больше 200 квитков, что дозволило собрать каля 7 миллионов рублей. Усех этой сродки будут пералечены на рахунки социальных притолков и детяших домов. Дарыша акция протягнется до веросяния. И финалом станет масштабный концерт, учась якого организаторы узнагородят самых активных жахаров в области. Прыгожая, але я шей разумная. Акция по такой назве прошла каля Гомельской областной библиотеки имя Ленина. И она была просвешена сусветному дню блондинок. Супросовники библиотеки пропоновали женщинам со светлым колером волосов отказать на шерах пытанию на огульную эрудицию. За правильный отказ задавались им а личный подарунок поветранный шарок. Галунная мыта акция показает, что светлый колер волосов у женщин не зауседый прокмета легкодумности. Считается, что женщины со светлым цветом волос это такие как пташки легкомысленные, такие наивные. На самом деле это не так. Под маской такой наивной и кажется легкомысленной девушки может скрываться очень умная, очень грамотная леди. Так что это все относительно. Яши одна акция под назвой обменяй цигарету на цукерку пройшла каля областной библиотеки имя Ленина. Представники Шервонга Акрыжа и волонтеры организации пропоновали прохожим обменять цигареты на цукерки, раздавали материалы с парадами, как позбавиться от шкодной звышки. Специально для акции организаторы закупили два килограмма цукерок. Кажут, что такой колькости опошние годы хапая, гамельчане стали истотно меньше курить. Мы ежегодно проводим акцию и я хочу отметить, что с каждым годом меньше курильщиков, потому что, наверное, все-таки есть административная ответственность в общественных местах меньше курят. Поэтому, я думаю, достаточно будет всех конфет, которые мы сегодня закупили. Гэты и иншые новины вы можете знать на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усього доброго и до встречи в эфире.